День добрый! С вами в эфире выпуск городских новостей и с места событий Владимир Горжонко. В соответствии с законодательством, которое будет положено на стол губернатора Кетти Хокул, агентством кредитной информации будет запрещено собирать медицинские долги, и они не будут включены в кредитный отчет потребителя. Эта мера, которая была окончательно принята в Ассамблее штата во вторник, предназначена для защиты миллионов людей, имеющих медицинские долги, от влияния на способность человека совершать крупные покупки или получать кредит на покупку дома. Медицинский долг – серьезная проблема, которая ложится тяжелым бременем на многих жителей Нью-Йорка и несправедливо подрывает их финансовую безопасность, сказал Чак Белл, директор программы по защите интересов Consumer Reports. Плохая кредитная история может окончательно удорожить или сделать невозможным для человека арендовать дом, купить машину или получить кредит. Этот законопроект защищает право жителей Нью-Йорка на получение необходимых им медицинских услуг, не опазаясь, что их кредитная история будет несправедливо испорчена». Конец цитаты. Consumer Reports указали на опрос, проведенный Обществом социальных служб Нью-Йорка, который показал, что 41% жителей нашего города либо обжаловали медицинский счет, либо заплатили тот, который, по их мнению, они не должны были оплачивать, но боялись, что это может испортить их кредитную историю. В этом месяце Сенат штата принял все законопроекты, включенные в его повестку дня, но Ассамблея приостановила слушание и отправила своих членов домой. Теперь законодатели вернулись в Олбани с тем, чтобы завершить двухдневную сессию, приняв, по крайней мере, некоторые законопроекты, которые не были предварительно согласованы с офисом губернатора Хокул. Ассамблея проведет следующие два дня, принимая все эти законопроекты, ну а уж потом покинет Олбани на оставшуюся часть года. Большинство законопроектов являются локальными и не вызывают споров, но общественные лидеры настаивают на том, чтобы Ассамблея приняла законопроект, расширяющий охват услугами здравоохранения, не имеющих медицинской страховки жителей Нью-Йорка. Сенат принял его перед отъездом на каникулы, но губернатор Кетти Хокул заявила, что у нее есть некоторые опасения. Федеральное правительство сообщило нам, что мы не можем использовать имеющиеся деньги трастового фонда, сказала она. Ассамблея также приняла еще один законопроект, касающийся системы уголовного правосудия и известный как закон о неправомерных судимостях. Этот закон позволит людям легче отстаивать свои убеждения в будущем, даже если они признали себя виновными. Но один законопроект Ассамблея совершенно очевидно не примет. Этот законопроект дает право губернатору Хокул вести переговоры о новом соглашении об открытии казино. Электровелосипеды, электрические скутеры и скейтборды можно найти в большинстве районов города. И вот начиная со вторника, они теперь благодаря новой пилотной программе будут использоваться на законных основаниях и в городских парках. Официальные лица подтвердили, что в рамках этой пилотной программы владельцы других моторизированных транспортных средств или устройств не будут иметь разрешения на эксплуатацию их в городских парках. Чиновники также напоминают жителям Нью-Йорка, что все посетители парка должны уважать других и безопасно управлять этими транспортными средствами. Тут нужно отметить, что некоторые посетители парка выразили обеспокоенность по поводу безопасности пешеходов, поскольку, как уже неоднократно было замечено, водители скутеров и велосипедов почему-то считают необязательным придерживаться правил вождения в городе, хотя любое движущееся транспортное средство считается потенциально опасным для пешеходов и обязано придерживаться всех предписанных законами правил. И еще на эту тему. В нашем городе приняты законы, запрещающие использование некачественных литий-ионных аккумуляторов, но они не вступят в силу до сентября. Сейчас законодатели сосредоточены на переносе этой даты. Куча сгоревших литий-ионных аккумуляторов, некоторые из них все еще дымились возле мастерской по ремонту электронных велосипедов в Нижнем Манхэттене, стала призывом городским властям сделать больше с тем, чтобы остановить использование дешевых аккумуляторов, которые оставили свой обугленный путь смерти и разрушения. Президент округа Манхэттен Марк Левин также поддерживает более раннее исполнение закона, но говорит, что город может сделать гораздо больше, чтобы предотвратить трагедии. «Мы должны выкупить все старые аккумуляторы, по оценкам работники службы доставки используют 65 тысяч электрических велосипедов», заявил Левин. Представитель мэра Эрика Адамса настаивает, что ответ заключается в том, чтобы научить людей покупать только сертифицированные аккумуляторы. «Хотя происшедшие инциденты все еще расследуются, ясно одно. Частота, с которой мы наблюдаем возгорание литий-ионных аккумуляторов, вызывает тревогу, а результаты могут быть смертельными», заявил представитель мэра. Мэрия также присоединилась к усилиям по принятию федерального законодательства, запрещающего продажу некачественных аккумуляторов на полках городских магазинов. Согласно результатам выборов, опубликованных Департаментом образования Нью-Йорка, кандидаты, поддержанные полизирующей группой, выступающей за отслеживание при наборе в школы, получили большинство мест примерно в полудюжине родительских советов в этом году. Группа лидеров родительских комитетов за ускоренную учебную программу поддержала 147 кандидатов по всему городу на места в местных районных советах и 115 из них выиграли. Согласно анализу, предпочтительные кандидаты группы составят почти 40% членов общественного совета по образованию во всех пяти районах города. Основанная в 2019 году группа поддерживает статус-кво, когда речь идет о политике академического скрининга, которая привела к созданию одной из самых сегрегированных школьных систем в стране. Речь идет о вступительных экзаменах, специализированной средней школы и расширении программ для одаренных и талантливых детей. Группа обычно выступает против приема на основе лотереи и сокращение приема в городские средние и старшие школы. Общественные советы по образованию имеют право утверждать или отклонять планы изменения зонирования школ, принимать решения по различным вопросам, связанным со школьным образованием, и работать с окружными суперинтендантами. Некоторые защитники образования, обеспокоенные влиянием этой группы, указывая на взгляды некоторых из ее членов, в том числе на сравнение расовой теории, академической основы системного расизма с нацистской идеологией. Несколько кандидатов, поддержанных группой, отказались от этой поддержки во время сезона выборов. Это был выпуск городских новостей с места событий. И с вами был Владимир Горжонко специально для телеканала РТН. Редактор субтитров А.Семкин